В международную часть программы ведет Фариц и Фульмулюков. Здравствуйте, товарищи! Сегодня советское правительство выступило с заявлением в связи с прикращением огня на Ирано-Иракском фронте. В заявлении, в частности, отмечается, что произошло событие, открывающее путь к окончанию долгой кровопролитной войны. Этого давно ждали народы Ирана и Ирака, и все те, кто искренне стремится к ликвидации очагов напряженности, к установлению мира и стабильности в районе Среднего Востока. Вслед за Женевскими соглашениями по Афганистану наметившееся разблокирование столь длительного, разрушительного и опасного конфликта, как Иран и Иракски, знаменует изменение мирового политического климата. Советское правительство с удовлетворением отмечает важную роль организации объединенных наций, ее Совета безопасности и лично генерального секретаря ООН в том, что Иран и Ирак прекратили военные действия и приступают к переговорам с целью политического разрешения спорных вопросов. В Советском Союзе отдают себе отчет о том, что пока сделан лишь первый шаг, предстоит еще немалый путь. Мир в регионе нужен всем, его благотворное воздействие ощутят не только Иран и Ирак, но и окружающие страны. Не должен оставаться в стороне вопрос об обеспечении безопасности и свободы судоходства в Персидском заливе. В свете новой ситуации вовсе отпадают и предлоги для оправдания пребывания в Персидском заливе военных флотов неприбрежных государств. Советский Союз, подчеркивается в заявлении, готов без промедления вывезти свои корабли, если так же поступят и другие государства, не относящиеся к этому региону. Полностью текст заявления Советского правительства вы сможете прочитать в нашей печати.